Приветствую, господа офицеры и мечмана! Ох, какая вчера прикольная статейка-то появилась на официальном форуме World of Warships и выложили её сами разработчики. Честно говоря, был бы я начальником профильного отдела, я бы эту тему бы замолчал. Ну, хорошо, что я не работаю в лесте, скорее всего. Тем не менее, ребята из Wargaming St. Peterburg нам решили об этом рассказать. Давайте посмотрим. Багло реально важное, и оказывается, оно существовало с самого момента выхода игры. И каждый из нас с этим сталкивался. Что же произошло? Спешим поделиться важной информацией о баге, который в последнее время обсуждали в сообществе. Вот тут, ребят, такой момент. Напишите мне, пожалуйста, в чате, я что-то не помню. Чтобы этот баг, прямо десятки тем возникали на форуме или в реддите. Может быть, я что-то пропустил. Но, ладно, ещё раз, браво, леста, спасибо, что не замолчали и вынесли это на всеобщее обсуждение. Сейчас мы это как раз и обсудим. Проблема наблюдается у орудий с высокой скоростью перезарядки. При использовании каскадного режима стрельбы, или просто при постоянной стрельбе, скорострельность таких орудий снижается. Чем выше скорость перезарядки, тем заметнее проявляется данный баг. При перерывах стрельбы или в случае долгой перезарядки он не заметен. Ну, то есть, господа линкароводы это не заметили точно. Скорее всего, это заметили любители покататься на скорострельных крейсерах и на артиллерийских эсминцах, которых в последнее время у нас выходит в товарном количестве. И, кстати, вот сейчас в раннем доступе находится ветка паназиатских крейсеров. Вот они все-таки скорострелы. Видимо, на них это как раз и повлияет. Иными словами, если играть на кораблях с скорострельной артиллерией и вести непрерывный огонь, либо зажав левую кнопку мыши, или постоянно кликая на нее, темп стрельбы начинает проседать. Вот этот поворот. Ого. Проблема возникает в силу неучтенных, к сожалению, особенностей обмена данных между компьютерами игроков и сервером. Она никак не связана с навыками командира, модернизациями и другими модификаторами. Это часть базовой механики стрельбы. И она работает для всех одинаково. Ну вот, ребята, привет, приехали. То есть, когда вы раскачивали своих командиров скорострельность, оказывается, игра эту скорострельность сама по себе резала. Просто какое-то восстание машин. Ну, слава богу, проблему обнаружили и локализовали. Посмотрим, что там пишут, что с этой проблемой будут делать. Первое. Проблему каскадной стрельбы мы планируем исправить в версии 11.2. Решение уже есть, но его нужно протестировать и убедиться, что оно не вредит производительности. Ну, тут да, конечно, ребятки, есть такой тонкий момент. Дело в том, что, когда вы выиграете игру однопользовательскую, зашли вы в бой, не знаю, там, в год оф вар. Недавно вышел, да, у нас на ПК. После долгого-долгого-долгого перерыва. По-моему, в 2018 году он вышел на приставках. Вы просто берете топор и херачите врагов по голове. То есть, как ваш компьютер это обработал, так оно вам и показывается. Но онлайн-игра это десятки тысяч человек, иногда сотни, иногда миллионы по всему миру. Помимо того, что у всех разный интернет, у всех разные компьютеры. Соответственно, разработчики онлайн-игры, в нашем случае World of Warships, должны решать очень сложную проблему. Чтобы все находились в более-менее одинаковых условиях. Да, если у вас старый слабый комб, вы просто возьмете и выключите в настройках некие красивости. Но есть святые моменты. То есть, вы выстрелили и попали. И это должно обсчитываться одинаково у всех. Видимо, проблема настолько серьезная, что она, правда, затронула вот подобные, глубинные, так сказать, вещи основной код игры. Так, второй пункт. Проблему с постоянной стрельбой можно решить, только переработав существенную часть основного кода игры. Ну, как я, собственно, сейчас вам и говорил. Мы немедленно приступаем к этой задаче, говорит Леста, но пока не можем сказать, сколько именно времени потребуется. Обязательно будем бежать вас в курсе и рассказать о прогрессе. Спасибо большое, но вы уже объявили о том, что в обновлении 11.2 эта проблема будет, скорее всего, решена. Значит, все-таки какие-то сроки ребятки есть. Надо читать между строк. Несмотря на то, что эта проблема существовала как часть основной механики игры с момента выпуска и напрямую не влияла на такие аспекты, как навыки командира, мы все же признаем влияние, которое она могла оказать на опыт некоторых игроков. Так, ребята, стоять, стоять. Как эта проблема не могла влиять на навыки командиров? То есть вы прокачивали командиров в скорострельность, играли от этой скорострельности, но она у вас падала, потому что было в игре багло. Ну, ладно, ребят, давайте спишем это на то, что статья писалась официально, там нужно было обходить многие, возможно, узкие моменты. Бог с ним. Самое главное, что это выложили открыто. Это не стали замалчивать. Я сейчас навскидку... Давайте вспомним, была такая старая история. Очень-очень давно, когда выпустили очередной патч, и у кораблей начали выбиваться башни главного калибра, просто ПКД. Об этом писали на форуме. То есть, еще раз повторяюсь, вот про этот баг я не видел десятков постов о том, что помогите, у меня корабль стреляет медленнее, чем надо, надо все поправить. Нет, этого не было. А вот тогда было. Реально на форуме писали о том, что выбивались постоянно башни главного калибра. Разработчики, видимо, почитали, почитали эти посты, и полезли проверять. И выяснилось, что в этом патче просто просрали, выключили броню у барбетов орудий главного калибра. Соответственно, они выбивались в товарных количествах. Ну, как-то тогда эту тему замяли, но сейчас она была, на мой взгляд, намного более значительная, чем вот эта вот скорострельность. Там полсекунды вы там на выстреле потеряли, вряд ли это повлияет на ваш нагиб или на ваш проигрыш. Но здесь нам рассказали честно. Тогда очень долго виляли, но, тем не менее, проблему признали. Так, давайте почитаем. Здесь более подробное есть, так сказать, разъяснение. Когда возникла проблема? Она существовала в игре с самого начала. Видимо, в силу своей неочевидности, ну, реально, я этого никогда не замечал. Если вы заметили, еще раз напишите в комментах. Вот прям реально, ребята, интересно. И того, что в первые годы в игре не было столько скорострельных кораблей. Святая правда. Я вчера об этом говорил в видосе про гремящий. Она долгое время оставалась незамеченной. Окей. Дальше. Как она связана с обменом данных между клиентом и сервером? Ответ. В бою одновременно происходят сотни событий. Согласен. Из которых складывается цельная картина. Летят снаряды, идут торпеды, маневрируют корабли, раки идут к синей линии. В общем, происходит то, что происходит обычно в рандоме. Все это взаимодействует друг с другом. При этом каждый момент боя должен быть рассчитан на сервере и синхронно передан всем игрокам. От игроков, в свою очередь, постоянно поступает новая информация. Да, я уже об этом упоминал, еще раз упомянул. Это проблема. Ну, как проблема. Это врожденный, так сказать, баг, вернее, фича всех онлайн-игр. О том, что у людей разный интернет, разные компы, но как-то нужно их всех собрать в кучу. Это очень, ребята, сложная, нетривиальная задача. Для оптимизации производительности частота вычислений на сервере регулируется разработчиками. Ну, естественно, кем же еще? Ее можно измерить так называемыми тиками. Каждый тик – это промежуток между двумя вычислениями состояния боя. Вот сейчас мне, как гуманитарию, стало сразу резко сложно. Но будем читать дальше. Для относительно размеренного темпа World of Warships установлена частота 7 тиков в секунду. Так, стоп. То есть, когда бой идет более жестче и быстрее, она ускоряется, что ли? Ну, ладно, это мои только измышления и фантазии, нам про это не говорили. 7 тиков в секунду, ребят. И этого достаточно для правильной работы подавляющего большинства механик игры. Однако, как выясняется, непрерывная стрельба в высоком темпе может давать сбои. Во-первых, когда орудие перезарядилось, выстрелить оно может только в ближайший тик сервера. А вот в этом как раз мы читаем с вами и корень проблемы. То есть, если вы перезарядились раньше, чем тикнуло на сервере, чем 1 седьмая секунды прошла, то у вас скорострелять как раз режется. Понятно, что это не влияет на ринкоры. Это не влияет на большинство крейсеров, у которых калибр не позволяет стрелять быстрее, чем 1 седьмая секунды. Это, скорее всего, все эти новые эсминцы, которых мы добавляли в последнее время. Если перезарядка закончилась между тиками, то возникает задержка, пока сервер ждет в кавычках, следующего тика. 1 седьмая секунды. Это очень мало. Но при постоянной стрельбе низких орудий и с быстрой перезарядкой через какое-то время потерянное время. Время, время, потерянное время. Ну ладно, видимо, писали и торопились. Можно прочувствовать. Понятно. Как будет решаться проблема, ребят? Самое-то главное. Для каскадной стрельбы у нас есть потенциальная возможность решить проблемы путем настройки параметров. Мы увеличим частоту проверки до одного раза в тик. Проверим, как скажется на произведительности игры. Если тестирование пройдет успешно, мы как можно скорее надеемся, что уже в версии 11.2 внесем исправление в игру. Ну, не знаю, что есть даже сказать. Да. Хорошо, что оперативно начали работать с этим багом. Еще раз. Если вгшники нам говорят, уже даже называют конкретную версию билда игры, в которой эта проблема будет решаться, наверное, они подготовились. Ну, это 100% даже. Такс. Почему просто нельзя повысить частоту тиков? Подавляющее большинство игровых механик отлично работает и с текущей частотой. Ну да, я играю на линкоре, вообще разницы никакой не видел. И серверная часть под нее оптимизирована. В World of Warships одновременно... Да, это мы уже читали. Спасибо. Ну, мы это читали выше, но просто они повторяются. Поскольку темп игры относительно невысокий, вычисление 7 раз в секунду позволяет поддерживать высокие... Да, да, это мы уже слышали. Спасибо. Проблема со скорострельностью орудий единственный прецедент, о котором нам известно, связанный с частотой вычислений. Опа! А тут интересный момент. Может быть, вылезет что-то еще. У нас, по большому счету, ребятки, все ваши действия в игре, они привязаны ко времени. Ну, как и вся наша жизнь, по большому счету. Вы по времени стреляете, вы по времени прожимаете ремку, хилку, гидроакустику, радары, дымы. И, видимо, все это тоже попадает в эти 7 тиков в секунду. Ну, как интересно, какую тему-то я копнул, да? Ну, думаю, что это не так сильно влияет. Какая-то доля секунды, да вы медленнее кнопку нажимаете, чтобы включить ту же самую хилку, чем эти тики происходят. Но, наверное, все-таки влияет. Хоть немножко, но влияет. Что с балансом кораблей? Самая интересная тема. Нужны ли какие-то изменения? Проблема, как выяснилось в игре с самого начала. Поэтому все расчеты по балансу и боевой эффективности проводились в одинаковых равных условиях. Согласен. Абсолютно согласен. Но проводились-то они, ребятки, неправильно. То есть, я не знаю, как это во внутренней кухне лесты работает. Но, например, если прописали, что у корабля перезарядка, ну, со всеми бустами, с командиром прокачанным, с модернизацией, например, он стреляет раз в 2 секунды. Соответственно, по этому кораблю собирается статистика серверная. Нам ее сейчас даже периодически показывают. Например, по подводным лодкам. Когда объясняли, почему они не зашли. Ну, неважно. Сейчас мы не про ПЛ. Но дело в том, что балансные изменения кораблей делали, исходя из этого бага, да, факт. Вот нам говорят, все расчеты по балансу и боевой эффективности проводились в одинаковых равных условиях. Но не в паспортных. Если вы пишете по паспорту, хотя бьют не по паспорту, а по морде у нас в игре в основном, если вы пишете, что корабль стреляет раз в 2 секунды, а на самом деле он стреляет чуть-чуть реже, но, как там уже писали, проблема появилась не вчера, она существует с самого начала существования игры. То есть, вот эти малюсенькие десятые доли секунд за эти годы в статистике, они складывались, блин, в часы, наверное. Опять же, не могу тут достоверно утверждать, статистику я не смотрел, и доступа у меня к ней нету. Он вообще есть, наверное, не у всех сотрудников ВГ. Но, тем не менее. То есть, нерфы или апы некоторых кораблей происходили с учетом этого бага. Ну, не знаю, насколько это страшно. Еще раз, ребят, ваше мнение в комменты строго. И лайк не забудьте проставить, и подписаться на канал. Но очень-очень интересно. Возможно, что вот эта статья, да, которую нам выкатили еще раз, спасибо, Лести, честно. Еще раз говорю, я бы замолчал. На их месте. Ну, баг и баг. Поправили и поправили. Вы, когда читаете патчноуты к новым вышедшим каким-то обновлениям, вряд ли вы читаете про оправленные баги. Ой, новую карту добавили. Ой, кораблики новые появились. Ой, какой-то ивент. Ой, еще там что-то там. Лунный Новый Год и прочая светотень. Эта новость вполне могла затеряться одним, одной маленькой черточкой, одним маленьким пунктиком вот в списке поправленных багов. Тем не менее, нам рассказали честно. То, что Леста выполняет свои обещания в плане политики открытости, согласен. Это да, это факт. Отдельное спасибо, Рашкор. Очень приятно, что ты на меня подписался. Ты большой молодец. Это сотрудник, который недавно пришел в Лесту, развил на форуме очень большую активность, сейчас прокачивает, по-моему, советские эсминцы и выкладывает свои впечатления в определенной теме соответствующей. Ну, молодец. Мы раньше жаловались, вот, разрабатчики, вы не играете в свою игру, это играет. И вот он как раз нам вот и рассказал про этот баг. Все, друзья. Дальше все оставляю на вашу дискуссию. Здесь уже, конечно, в комментах понаписали, много всякого разного. Понапишите и мне. Всем спасибо. Всем пока.